Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено пустым баночкам и пакетикам первой половины января. В общем, у меня тут что-то всего так набралось внезапно. Я не очень уверена, что тут именно все баночки, возможно, еще и пакетики, потому что я уж не помню, еще кидала. И с учетом, что я тут слегка как бы болела, то я тупо не помню. Но вот у меня первое, что талелит, я помню, что оно сегодня закончилось. Это я помню. У меня не сколероз, я просто была простужимая. Но я не знаю, может, вы когда болеете, все помните. Я рассеянно становлюсь. В общем, закончилось у меня. Там, наверное, может, еще что-то натечет. Что-то капает. Это ифражерская лимитка, сделанная в России. Лимитирована коллекция гель для душа и ванны зимние ягоды. Подарите себе ощущение праздника и аромата спелых зимних ягод. Полное мнение о нем есть в видео. Я даже, наверное, сделаю такую отсылку в самом этом видео, такой буковкой и в кружочке. Обзор у меня, кажется, был лимиток и фроше. Это мне подарила подписчица Ирина. И, в общем, что, как гель для душа хороший, капина для вас не особо. Я сейчас зимну, по ходу дела. Ну, главное, не кашляй, но не чихну. В общем, в принципе, неплохой гель для душа. Ну, я бы сама себе такой не стала покупать. Не только потому, что он сделан в России, но и просто потому, возможно, даже именно из-за того, что он сделан в России. Так вот чисто попробовать, побаловаться. Ну, гель-ка гель. Вкусно пахнет прошлогодней или пока прошлогодней какой-то их лимиткой новогодней. Красными. Кажется, у них были красные ягоды золотя. В общем, такой гель. Но если вас не смущает, что он сделан в России, то я вам такой советую. Хороший гель. Правда, чисто как гель для душа, капина для вам не очень. У меня закончилось. Покупала я вместо магазина. В предыдущем видео была реклама ремонта обуви в здании, где как раз находится этот магазин. Не помню название какое-то имя. Женская, русская, не совсем может русская. Кажется, Анастасия. Имя, короче, магазин под наставанием Анастасия. Я там покупала за 40 с чем-то вот эту штучку, жидкая для снятия лака, которая якобы с экстрактом вишни. Ну, лак она смывала так, на троечку. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Тут у нас 105 мл ацетон, вода, глицерин, витамин F и парфюм. Никаких экстрактов вишни тут не наявлено в составе, хотя написано на этикетке, что с экстрактом. Это у нас Сантера, сделанная у нас в Долгопудном. Ну, Сантера РФ. На безребий и рак рыба, но я бы такой вот, даже если бы у меня закончилась жидкость, я бы такую не купила. Я бы купила лучше бы что-нибудь где-нибудь, обошла бы весь город и нашла бы что-то другое. Воняло оно. Вот сейчас, знаете, москнуло. Забегаю вперед, я сниму все-таки когда-нибудь. Ну, я обещала же это видео, мое отношение к табаку. В общем, оно пахнет Кэптен Блэк. Есть такие сигареты, я их не курю. Я вообще не курю. В общем, пахнет, все-таки, кажется, сигаретами Кэптен Блэк с вишней. Вот такое же. Наверное, там такой же экстракт, аромат, парфюм. Наверное, в эти сигареты кладется такой же парфюм. Или как-то так. В общем, хренатенько. Я такое точно больше не куплю, вам не советую. Не, ну, возможно, он там смывает какой-то лак, вот не сильно такой термоядерный. Ну, три. Хочется сказать, три с минусом. Просто я хуже жидкости для снятия лака пока не встречала. Плюс еще минус за то, что тут написано с экстрактом, а экстракта нет. У меня закончили духи. Ферст Сенс. Вода-то туалетная. 30 миллилитров для туалетная. С очень неудобной крышкой. Она красивая, все такое. До сих пор еще что-то пахнет. В общем, не поверите, я его покупала... Когда-то первый раз я давно-давно покупала еще. Мне, ну, может, не знаю, лет 18 мне было или лет 17. Я такие покупала в каком-то магазине. В обычном магазине, в общем, когда я купила, дома они куда-то делись, я их больше не видела. И уже увидела спустя много лет. 100 лет, 300 лет, да? Фикс прайс. Что-то тогда они, по-моему, были... Может, 40, было все по 40, или все по 45, или все по 35. Ну, как-то вот такое вот еще на рубеже сибирских руд. 100 лет назад, короче, когда там еще было вот это все по 40, наверное. Наверное, я увидела эти духи, так офигела. Думаю, надо же такие духи. Я их когда-то покупала, там, что-то рублей за 200 с чем-то, а не тут 40 рублей. Я их купила. Это какие-то русские тупо духи. Один в один, как я тогда покупала. Ну, в общем, что-то они у меня вдруг... Вот столько, наверное, было их, они у меня вдруг уделались. Приятный аромат такой, смахивает. У меня такие были. Возможно, когда-то они были в первом самом обзоре этих парфюмов моих. Видео там какое-то в трех, что ли, частях было или в двух. Сейчас я что-то возьму, пардон. Не зевай, пардона твоего не надо. Короче, этот... Было у меня там какие-то китайские яблочко, китайское яблочко, альзиатское яблочко, парадис. Вот оно так же пахло, по лапу похоже. Как-то между горьким, теплым и чем-то таким приятным. Ну, не у них сексовое совершенно, но вот какой-то такой интересный аромат. Я не знаю, если интересно, сходите в фикс прайс, если там еще такие есть, то купите или хотя бы там понюхайте. Ну, не знаю, там можно нюхать, сейчас нет. Я очень давно не была в фикс прайсе. У меня закончилось. На самом деле я ему помогла закончиться. Это Натура Сиберика, сексифицированный органический шампунь для всех типов. Ало, 99% натуральных ингредиентов, объем и уход. Это мне приходило в коробочке Эко-боксе, в коробочке красоты, которую на мое время заказала подписчица Ира. Вот одно из составляющих 12 месяцев после вскрытия. Сделано на мае 16 и до мае 19. Что хочу сказать. Я вспомнила, почему у меня когда-то был шампунь с бальзамом Натура Сиберики. Для жирных волос, именно для жирных, тут для всех типов. Я вспомнила, почему он мне тогда не понравился. В общем, где-то одну треть я уделала, и он сначала у меня было хорошо. Так у меня от него отзыв хороший был, кажется. Это опять же отдельную ссылку, да, в видео еще будет кружочек, значит, там ссылочка на видос моего мнения о наполняемости коробочки Эко-бокса. Отель-бокс. И, в общем, одну треть я где-то использовала. Он хорошие волосы, хорошо промывает. То есть все, можно с бальзамом пользоваться, можно без бальзама. Пыжные, бла-бла-бла, чистые, экономичные вообще, суперэкономичные. 50 мл, но этих 50 мл мне дохрена намного хватило. А дальше я стала замечать, что вот я, допустим, помою волосы часов через 6, у меня волосы в таком состоянии, будто я их вообще не мыла. Как бы там мелко расческой, расческой с мелкими зубчиками не расчесывала, еще как-то вообще никак, хоть мой заново. Потом они у меня вообще как-то помыло, ощущение, что вообще не мыла. И тупо я уже, я его разбавляла, ну, чуть-чуть удавливаю на ладошку, он супер концентрированный, воды добавляла и вспенивала, все нормально. Потом где-то до половины дошло, и я его чисто пустила на жидкое мыло. Вот как жидкое мыло, оно хорошее. Густое, хорошее жидкое мыло, как шампунь для тонких и жирных волос, нифига. Ну, возможно, кому-нибудь там, кто не мой голову раз в сутки, он подойдет. Тут хоть написано за всех типа волос, но мне он совершенно не подошел. Дизлайк. Ну, Ирке, спасибо за возможность попробовать и вообще увидеть коробочку красоты. Тут по ходу дела, а, у меня бумажка, оказывается, конвертик, это хорошая, мне тут два пришло. Один, значит, какой-то скидки с подарком на день рождения. Именно эти бланки, да, а другой именно на день рождения бланк. А че там у меня всего дофига, джаба душит, я ничего себе не выбрала. И вот у меня тут про шампунь, у меня на всякий случай сейчас все я записала, чтобы не забыть, у меня тут все уже сказала, что тут я записала. Так, я достаю... А, вот че, у меня там всякие шоколадки. У меня была шоколадка от подписчицы Елены, которая сейчас в Минске. Так и хочет сказать, Лена, не спать. Это у нас с фабрикой имени Крупской, с 1938 года живущая, шоколад особый. Вообще, раньше мне он очень нравился, этот шоколад, точнее, он очень нравился моему тогдашнему бойфренду. Я что-то тогда подсела на этот шоколад, ела-ела-ела-ела-ела-ела, а потом че-то, видать, он у меня не пошел. А были такие еще маленькие шоколадки этот особый, в общем, она у меня попалась какая-то бракованная. То ли она сама по себе была уже с молью, то ли еще что-то, ну, короче, шоколадка приняла, откинула копытом. И я что-то тогда надолго на нее забила. Потом, значит, я увидела такую шоколадку в этом магните по скидке, купила, потом как-то пришла на Новый год к подружке, мы с ней чаю попили. А тут у меня еще была шоколадка. И, в общем, половину я где-то слопала благополучно, очень вкусная на самом деле шоколадка, тут 90 грамм. А другую половину я благополучно растопила в фондюшке и с какими-то там фруктами, бананами и прочим. По-моему, она у меня уже слопанная. В общем, вкусная шоколадка, спасибо, Леня, вам советую такую шоколадку. Она такая между молочным и темным шоколадом, темный шоколад с тонко измельченным добавлениями. Но я не заметила, что там тонкое измельчение будет. Что-то тут состава, вот состав какао тертая, сахар, молоко сухое, цельное масло какао, соевый лицетин и ароматизатор ваниль. Короче говоря, я даже не знала, что это темный шоколад, я что-то думала, что это среднее между темным и молочным. Поэтому он называется особо, как это темный шоколад. Тут у меня, я перед Новым годом покупала, и там, когда я уже положила в этот пакетик, оказалось, что один шарик все-таки не захотел выпадать. Вот он. Но мы его потом захамели. Это у нас, да, я открывала, как обычно, вот, когда с ногами, Nestle, содержание, содержит целые злаки, супер цена, Nestle, готовый шоколадный завтрак, бла-бла-бла. 250 грамм. Я в магните покупала у нас там на опаре. Я тогда не обозревала, я что-то купила тогда, но что-то он по 84, кажется, я его покупала. Вообще без понятия, сколько он стоит, потом в пятерку я увидела по 60. Точно такой же. Иначе того, что гораздо. Ну, короче, сначала я не поняла прикола. Я все время этот Nestle как-то мимо обходила, покупала что-нибудь другое, какие-нибудь шарики шоколадные. Тут, значит, ну, как-то не поняла я его. А потом оказалось, что надо было, в общем, как-то у меня побольше молока лилось, поменьше этого самого. Обычно у меня наоборот. А уж не помню, что такое случилось, но тем молоком, которое вот было у меня тут, это такое, из башкирии, я залила. Погорячее я его сделала, и вот тогда пошел процесс. Тогда очень вкусно получилось. В общем, готовить с молоком. Видимо, надо готовить с более горячим молоком, чем я добавляла. Ну, не такое, что шпаржится. Ну, короче, вкусная фигня. Он действительно потом вот этим шоколадом опадает. Молоко такое, как какао получается. И кот у меня тоже это ел. Ну, точнее, как, Лёля оставила, не доела. Коту скину. Отошла куда-нибудь, и кот лопал. Хотя его как бы кормят. Он вообще уже непредъемный, этот кот. Так, у меня тут закончилось. Вот пакетик второй. Какао. Я не знаю, рекламила, я его не рекламила, обозревала, не обозревала. Но, по-моему, я уже когда-то такой покупала, или первый раз покупала. В общем, у меня на Пасхах стоит еще один такой пакетик. Это у нас какао. Напиток растворимый. Десерт. Деви Марко. Природный антиоксидант. Готовим за секунду. Я только сейчас это прочитала. Чтобы до этого как-то не пришло внимание. Тут сахар, песок, какао, порошок, ароматизатор. Эметичный натуральный ваниль. Короче, более-менее меняемый состав. 250 грамм. 70 с чем-то рублей. Вкусное, хорошее какао. Для лентяев, кто не любит его варить. А так, чтобы засыпал, залил и все. Да, это вот меня там еще просили. Но так как коммент меня так и не оставили. Каким-то там последним видео. Ну, наверное, или человек не смотрел. Или так мимо проходил. И один-единственный заплыл. Потом я все-таки сделаю этот обзор. Это тему вкусных полезностей. Полезных вкусняшек из сетевых магазинов. Я что-то никогда вот как-то не обращала внимания. Точнее, видела. Но я такое видела вообще тупо в этом. В Дикси я всегда видела. Тут увидела в Пятерке. Я не знаю, как сейчас. Но там они были, допустим, позавчера. Или когда я там была. В субботу прошлую, да? Да, в субботу я была. Они там были по 39 рублей с копейками. Тут правильные сладости. Постилки сливовые. Я что-то всегда думала, что они длинные такие постилки. Оказалось, что вот как тут нарисованы, такие малюсенькие. Фигнюшки. Прямоугольненькие. Так оно и есть на самом деле. Ну, у нас тут пюре сливовое, яблочный сок зачем-то, пектин, растительное масло и карнаукский воск как глазирователь. Вообще не поняла, зачем, что там они глазировали. Ну, в принципе, такие неплохие, вкусные. Я, по-моему, за один кисесток слопала. Рекомендуем. Так, у меня тут закончилась шоколадка. Покупала я ее тогда в этом самом высшей лиге. Но самое удивительное, она очень вкусная оказалась. Я что-то купила такую, ну, как-то фирма какая-то неизвестная, вообще никогда не видела. Берендеевка, 1973 год. Шоколад молочный, 100 грамм. Что-то она 28 рублей тогда была там, типа распродажа какая-то была или типа того. Ну, короче, очень вкусный, хороший молочный шоколад. Если у вас есть, допустим, какая-нибудь там высшая лига, войдите туда и купите себе. Я подозреваю, что этот берендеевский шоколад даже с чем-то другим тоже должен быть вкусным. Хороший. Вообще, я сегодня хотела туда доехать, но так как я тут все-таки слегка еще не совсем поправился, и был шанс напороться на каких-нибудь там людей, потому что я как бы пропустила это выступление наше, там театральное, вчерашнее. А у нас такие люди, мне попадаются стабильные, очень любопытные. Всем ведь дофига дела есть, почему я куда-то не пришла. Ну, может, мне неинтересно, может, я не хотела, может, мне дела. Вот всем нафигеть, как интересно из этих людей. И вот они постоянно, на некоторых из них я натыкаюсь, и они постоянно до меня докапываются. Причем я пройду мимо, со мной поздороваются, машинально поздороваюсь, а потом меня окрикнут метров через 10. И приходится возвращаться, потому что, ну, не орать же, и не сделаешь, ведь что-то глухонемой. Поэтому я решила не рисковать настроением и не ехать в эту самую лигу. Короче, вот у меня один пакетик уже закончился, шарик у меня куда-то убежал. А, ладно, значит, Костя не будет играть, а может, даже слопает. В общем, состав у нас, видите, косточка, это вот, которую я недавно рекламила. Один пакет у меня еще жив, а другой уже не жив. Но я не буду, наверное, второй пакет обозревать, потому что вот я его обозрела. Тут я, наверное, уже сразу отправлю в мусороперерабатывающий бачок, у дома стоящий. Хорошие финики. Теперь, оказывается, и в пятерке продаются, не только в магнитах. Питерской фирмы МАК. Бумажка у меня какая-то. Так, у меня тут, меня угостили такой шоколадкой. Темный шоколад, 51% какао, сахар, какао, тертое масло, какао, соевый лецитин, ароматизатор, ваниль. Кто хоть это делает вообще? Делается это где-то в Москве. Верность качеству, кондитерская фабрика. В общем, вкусный, хороший шоколад. Я его в основе растапливала в фондюшке и лопала с бананами. Еще смешивала с другим шоколадом. А, это про лапы, которые тоже тут будут. Так, у меня, можно сказать, закончилось уже так, может, на один раз осталось. Это вот Кларенс, Кларенс, хрен его знает, Кларанс Париж. 30 мл крем для рук и ногтей с экстрактом листьев лимона, который мне дарила Ирка, подписчица, которая когда-то мне там приезжала. Есть где-то видос, типа, встреча с подписчиком. Где от встречи подписчиков только там какую-то часть руки Ирки Ивана не ходила в камеру. В принципе, крем неплохой, но, в общем, я тут поняла, что у меня где-то с января, наверное, в прошлом году было по март или по апрель начинается сухость рук. Обычно вот здесь вот эти вот костяшки такие жуть какие сухие, а тут что-то у меня как-то расползлось благодаря этому крему с костяшек вот сюда. Он как бы не улучшает ситуацию, но в каком-то плане может улучшает. Он вот с этих костяшек, где очень больно, вот когда вот это все потрескается, сместил где-то вот до 2 трети вот этих вот, этого места. И оно как бы не настолько болючее, шершавое было, но все равно как-то не очень приятно. Короче, он хорошо увлажнял кожу рук, когда она была вполне себе обычная. Не супер сухая, не просто сухая, а обычная кожа рук. Иногда у меня так бывает, что она обычная кожа рук. Но совершенно не справляется с чуть более сухой кожей рук, с очень сухой кожей рук, с супер сухой кожей рук. И нифига не справляется. Я, по-моему, вообще про эту фирму никогда не знала, может знала, да не видела. Ну, благодаря Ирке, конечно, спасибо за возможность попробовать. Но если у вас супер сухая кожа рук, сухая кожа рук, или периодически сухая кожа рук, как у меня с января по какой-нибудь там март, то какой-нибудь другой крем возьмите. Так, у меня закончилась. Вообще классная такая вещь. Вичи, Виши или как там ее. Вода термальная. Термальная вода. От подписчицы Алены, которая ездила в Японию. Там у нее еще, короче, ссылка на ее блог есть. У меня на странице канала. Как-то справа, где вот эти интересные люди или что-то в этом роде. 50 миллилитров тут украинская, Виши, вода. Классная штука вообще. У меня когда-то давно в Эфраше была такая штучка с синей на флакончике таком. По-моему, уже давно-давно снятый. Она здесь была в 2011 году. Она уже, по-моему, так сказать, пыталась быть снятостью. И я ее, помню, пользовала как тоник в основе. Короче, я ее пользовала и в течение дня, и иногда вечером просто перед сном там филиономию потерять. Или иногда утром после тоника, или вместо тоника, или типа того. И еще она, короче говоря, ее таскала с собой на работу, пока еще там работала в магазине в этом самом одежде. А, блин, она же ничем не пахнет. Я вдруг решила ее понюхать. Может, она, конечно, и пахнет. Ну, короче, она у меня вся закончилась. Настолько вся, что вообще вся. Спасибо, Алене, большое. Классная штука. Лам советую. Вообще нигде не видела такую штуку. Или не обращала внимания. Так. У меня закончился кофе. Один из трех. Осталось только две баночки кофе. Так, это у нас... Я тогда неправильно произносила. Но я тогда еще не изучила настолько этот алфавит, чтобы его правильно произносить. На самом деле у меня прогресс. Я с 1 января решила заниматься каждый день, даже если совсем по чуть-чуть. В общем, это, по приложению. Приложение мне каждый день новое слово. Иногда даже два новых слова дают. И еще по учебнику японскому. Короче, в общем, я его тогда назвала бушудан. Подозреваю, что все-таки ударение на второй слог. Потому что вот сейчас стала прислушиваться просто к аниме. Даже иногда вот чисто сабы беру. Аниме какой-нибудь с сабами. И прислушиваю к самому произношению. Обычно идет где-то на второй слог. Чаще всего. В словах. Бусида, скорее всего, это было. Потому что романде я тогда не знала, что по-русски и на английском оно как-то... Ну, в смысле, латиницей и русским, какая-то транскрипция, но по-разному пишется. В общем, с долларом, эйч, и ай. Это у нас тупо вот такая вот буковка Си. Да, и оно произносится именно как Си. В общем, бусида, кодо, кодо. Кодо, скорее всего, бусида, кодо. В общем, он у меня закончил. Слушайте, такой классный буфи вообще. Хотя я только потом поняла, что они все-таки разные. Вот этот лайтовый у меня остался, розовый катана. Потом еще какая-то катана. Блэк, по-моему, катана. Оригинал у меня был, значит. А, нет, сейчас у меня ред катана и лайт катана. У меня был блэк оригинал. И вот кодо закончился. На зоне он, конечно, есть. Некоторые там периодически бывают скидки. Но что-то меня, слушайте, жаба душит. И вот сейчас, оказывается, я тут случайно пальцем подцепила, и оно, оказывается, открывается. Я, наверное, даже не в курсе была, что оно открывается. Кофе растворимый, с молотным арабиком. Вот так. Вот такой кофе. Советую я вам кофе. Мне там кто-то в комментах в свое время писал под каким-то кофейным обзором, что, значит, пьет кофе с лимоном и еще с чем-то. И, ну, это такое извращение. Это вот как мой приятель Глебушка. Он полинаркоман, йог, шиваит и все такое. Когда-нибудь, возможно, запишу видос, когда там меня просили, но у меня что-то как-то все руки не доходят. Короче, а может, я тупо отсканирую статью, которую я когда-то писала в «Ольской газете» с ТНК тогдашнего замредактора и скину куда-нибудь, чтобы любопытствующе почитали. Короче говоря, вот про это он тоже лопает там всякие грибы, а потом отпаивается зеленым чаем. Как-то одно с другим не сочетается. Я, конечно, ничего не говорю. Дело каждого там. Ну, мне кажется, вот, кстати, немножко так, будто это деревяшечка такая. Пить кофе с лимоном, чтобы лимон убрал там кофеин, и за счет этого можно за две недели, за две или сколько-то там недель выпить вот такую баночку. Петя тогда, не знаю, этот кофейный какой-нибудь напиток со вкусом как кофе, вот там ячменный какой-то кофе, давно-давно я пила, там лет 15-16. Или тогда пила, когда кофе нельзя было. Потом, когда я не знала, что есть вот бусида. Короче, это какой-то перевод продукта, когда вы пьете кофе, специально убавляя в нем этот кофеин, и чтобы его можно было выпить, черти, сколько чашек в день. Извращение какое-то. Это даже, можно сказать, вы обижаете кофе таким отношением. Но я как-нибудь попробую все-таки с лимоном, у меня даже есть лимон, потому что я его с имбирем и медом лопаю. В общем, вот, кофе. Советую такой кофе. Но все равно видео длинное, походу, я лобот, потому что я сейчас глянула, там 24 минуты поставила заново. В общем, у меня закончился чай от подписчиц, сестер из Риги и Лондона. Вот такой был у меня пакетированный, крапива и мята, где крапива 70%, а мята 30%. Кстати, очень прикольный, вкусный чай. И я когда искала, там, сбор составляла для очищения сосудов, ну и вообще, типа, там, читала всякие, у меня тогда девчонка одна знакомая просила сделать сбор для похудения, но у меня все руки не доходили. Хотя я уже все переписала, какие травы с чем сочетаются, какие побочки, так вот, чтобы, ну, сделать именно конкретный такой, чтобы не было и побочек, допустим, именно вот за нее, и, ну, там, никаких обострений не задевала. И полезно все. И как раз вот смотрела, что крапива как раз вот в сочетании с мятой, или крапивой в чистом виде, это помогает, если вы вдруг решите похудеть. Ну, это пищеварение и тому подобное. В общем, вот, коробочками. Я, правда, несколько пакетиков угостила одну знакомую и еще кого-то, но в основном я выпила сама этот чай. Очень вкусный. Верховина, верховина, фиг знает. Вот, хорошая коробочка. Хороший чай, спасибо сестренкам, Соне и Нессе. Он тут даже мягкой, крапива нарисована. Где он тут сделан? А он сделан, оказывается, в Украине. Галка чай. Прикольно. Так, у меня закончился, я просто решила его обогреть. Я когда-то купила, это каждый день зеленый чай, 100 грамм, что-то он, не знаю, рублей 14 стоил, вот сейчас вспомню. У меня вообще на цифры как раз такая феноменальная память, я тогда что-то такое запоминаю, вспоминаю. Маша у меня тогда пила этот чай, сказала, что хороший чай. На нее, вот, в плане зеленого не особо-то и угодишь. В общем, он сделан у нас 13 сентября 2016 года и до 13 сентября этого года. До конца я покупала его реально где-то там осенью 16-го года, потому что он у меня стоял, стоял, я его одно время открыла, потом забыла, тут 100 грамм. И тут я его уделала. Если вас не напрягает, что он типа как бы сделан в Рашке, в России, в Раисе, вообще где-то в Подмоскве, в Серпухове, в общем, если вас не напрягает то, что он где-то там распасован в России, то покупайте. Такую часть советую. Вообще, в принципе, что напрягать, нас же выращивают в России, там в Краснодаре, в Краснояре, я путаю эти города, названия чай. И, в принципе, если его, допустим, не из Китая или Индии, или еще откуда-то везли, а именно в России вырастили, а потом по России раскидали и распасовали, то почему бы нет? Хороший, хороший чай. Обычный хороший зеленый чай. Тут вообще что написано? Тут написано, что он китайский. А, нет, тут написано, что он китайский. Значит, он не русский. Ну, ладно, все равно хороший чай. Вот очень плохая фигня, покупала в нашем атаке. Корректирующая жидкость. Простите, зафига мне сейчас корректирующая жидкость? Я вроде как не учусь, да? Ну, вот так как я, как бы, этот японский изучаю, пишу от руки. Вообще, когда пишите от руки, я заметила, очень много в голове остается. Больше, чем вот если просто на слух воспринимать телевизуально. В общем, она у меня очень быстро загустела. Я ее попробовала разбавить водой немножко. Эффекта никакого не произошло. На нее еще и крышечка не закручивается до конца. Вот я сегодня хотела зайти в спортивный купить жидкость, но что-то не получилось у меня по времени. Пойду завтра. В общем, хренатень. Может быть, единственный от нее плюс, то, что когда я ее открывала, а меня, допустим, я сижу, пишу, на меня прыг кот и творит свои дела. Я, соответственно, там какие-нибудь ошибки совершаю. Мне надо было сразу замалывать. Я открывала эту фигню, я потом уже поняла, что он не очень любит запах этой фигни. Короче, если кот меня сильно доставал, то я иногда специально открывала эту фигню. Потому что иногда сидишь так, это за столом, вроде как пытаешься поесть, или что-то в этом роде, на тебя так прыг. Мур-мур-мур. И ни в какую сторону ни ты, ни он. Причем он что-то со мной спать перестал, а только я сяду в положении, сидя, так он на меня прыгает. У меня вот закончилось, но я и помогла на самом деле. Это ифрашевская сером-вежиталь, естественное сияние, ночной уход маска от морщин и для выравнивания поверхности кожи 7 мл. Пришла мне в ифрашев, в общем, это, видимо, был подарок за заказ от Ирки, которая на подписчице Ирина, которая заказывала на мое имя, заказ ифрашев, скажем так. В общем, раза три ее, тут после скрытия 6 месяцев, раза три ее пользовала на ночное, что заметила. Или мне ее еще рано, потому что морщин как бы нет, это выравнивать нечего. Или же она не совсем сочетается с моей кожей смешанного типа, потому что я, допустим, ну, часов 8 я ее наношу и, допустим, я в 9 вырубаюсь. И, допустим, я в 9 просыпаюсь или в 8 просыпаюсь, или типа того, и у меня кожа такая, будто я на нее только что нанесла эту маску, она жирная. Я-то думала, что она как-то впитается и все там увлажнится и тому подобное. Потом у меня от нее были покраснения. Ну, сначала я скинула это на то, что, допустим, у меня просто там кожа такая сухая, иногда бывает, что мажешь каким-нибудь кремом, средством, да, и вот немножко пощипывает, а потом все ништяк, все хорошо. А тут у меня все 3 раза это было пощипывание, иногда даже очень сильное пощипывание. Вчера я ее нанесла и поняла, что у меня очень-очень сильное пощипывание. Конечно, не как от того крема, скрытого и черти кем пользованного, но все забыли. Ну, чуть-чуть оно покраснело, но оно, конечно, когда я смыла, покраснение прошло, оно очень щипало. В результате я им чисто увлажнила кожу рук. Может быть, благодаря этой маске у меня кожа рук сегодня это как-то вот к вечеру-то еще меняемая. Не такая наждачная бумага с покраснениями и дикой сухостью. В общем, в принципе, если у вас уже есть морщины и вам есть что-то разглаживать, я вам такую маску советую. Да, наверное, крутая. Так, у меня закончился гель для душа от Ленки Снегиревой, которую я называю Аленкой. Канал СОП СНИМ. Она его привезла из Беларуси. Это у нас аромафантазия. Я только сейчас заметила, что вот здесь вот это такая наклеечка, шершавенькая, и на ней нарисованы соты. Орнамент в виде сот. Вот чилиных этих самых восковых гель для душа Миндовая груша. Очень, так, Лив Девано очень напоминает Ифрашевскую вот эту грушу в шоколаде. Грушу карамельную. Еще у них была яблоко карамельное. Очень напоминает по запаху. Классный, хороший гель. Хорошо пенится. Единственное, он очень жидкий был. Ну, да фиг с ним. Тут 300 грамм. В общем, хороший, вкусный, классный гель. Спасибо, Аленке. Если вас не смущает, что он жидкий, то я вам такой советую. Так, у меня закончилась. Тут уже вода. Потому что я остатки все довыливала. Элементированная коллекция жидкое мыло взрывок с зимней ягодой. Это как раз вот из того заказа подарочного от пищи цирины, от Ифраше. Хорошее мыло сделано в России. Как закончилось, не заметила. Но у меня сначала ванной стояла, потом я его на кухню перенесла. 190 миллилитров. В общем, в принципе, ну, неплохое, хорошее мыло. Мне кажется, оно по качеству такое же, как вот этот гель. Вот один в один. Ощущение, что наливали прязные флаконы из одной води, только крышки другие сделали. У меня закончился чай. Вишня в шоколаде. Я хотела его, очень хотела сохранить для того обзора АСМР на вас. Чайно я сделаю потом как-нибудь просто там как бы надо еще и настроение такое чайное. В общем, у нас вишня в шоколаде от Кантаты ароматный черный чай со стружкой какао, липетами розы и плодами и лишней. Очень вкусная чай. Слушай, вообще, такая классная, шикарная чай. У вас там где-нибудь растет, точнее, есть магазин Кантаты кофейный. Зайдите туда и купите себе такой чай. Без понятия, сколько стоит. Ну, в общем, вкусный, хороший чай. Спасибо, Леня. Вот у меня этот чертов лак. Он где-то тут, вообще, он где-то на одну, скажем, на одну треть он не даю за ней. И вот что странное, я помню, Аленка мне его дарила как раз вот этот на день рождения, на 8 марта, не знаю, в апреле она ко мне приезжала прошлого года. И вот я его где-то месяцев 10 он у меня был как бы вскрыт. После вскрытия прошло. Там, правда, где не написано, сколько его после вскрытия можно держать. Не знаю, что не так. он сроком до июля 18-го года у нас, да, насчет после вскрытия тут ничего не сказано. Он у меня, мягко говоря, не знаю, мне хочется сказать, забродил, слово такое, вылезает на языке. Он у меня отпрыснул. Не знаю, понимаете вы, что это такое или нет. Ну, скажем так, он очень загустел и стал какими-то такими комочками. Я его попыталась разбавить не этой, а другой жидкостью для снятия лака чуть-чуть. Эффекта не произошло никакого. Он также был такими комочками и густой. Единственный минус у него или плюс, не знаю, отличие. У него изменился цвет. Он, я покрасила потом бумажку, он стал более оранжево-кирпичный. Вообще, очень удобная кисточка. На самом деле, очень удобная кисточка. Очень удобно наносить было. И вот он быстро очень, кстати, сох, как и написано, по-моему, тут, что он быстро сохнет. Мне еще Ренка говорила, что он быстро сохнет. Да, тут написано легко наносится и быстро сохнет. Действительно, все так. Но вот я не знаю, почему с ним такое случилось. Я думала, что я его до конца доделаю, но на какой-то обзор или видос я его наносила. Было у меня на ногтях, короче говоря, я замучилась его наносить. Очень расстроилась. что он кинул копытой, но и вот он в пустых баночках. Ева мозаик. У меня тут на бумажке даже написано. Но я тут уже все сказала, что написано было. Такс, тут у меня и чего. Но оно еще в пользовании. Горная Алтай, натуральная мыло, ручную работа, медовые соты. Состав мыльная основа, медоприпиховое масло, свет календу, ладушка косметическая. Это мне всего Манжерок. Или Манжерок, не знаю. Республика Алтай. Мне прислала как раз по ссылке огромная подписчица Елена, которая тут вот этот чай присылала, шоколадку. Хорошая, классная мыло, но у меня лежит там еще где-то половина осталась. Легко умырится, хорошую пену дает. Так, ну и походу у меня наконец-то все, да, вот у меня все эти пустые баночки в середине января. В общем, вот такое вот видео. Всем спасибо за просмотр. Да, тут еще и пакетики были. Ну и до новых встреч, пока! Пока!